Всем здравствуйте! Это у нас сегодня новости Турции. Поговорим о том, что сейчас происходит в стране. Тем, кому нравится подобная рубрика, я напоминаю, ставьте лайки, распространяйте видео в соцсетях, делитесь им. У меня часто спрашивают, сейчас участились вопросы по поводу VPN и по поводу телеграм-канала, буду ли я заводить. Смотрите, ребят, если у вас плохо работает сейчас уже в России, это зритель из России, YouTube, его планируют блокировать, пожалуйста, не тупите, подключите VPN. Если есть какие-то бесплатные, их хотя бы сейчас используйте. И смотрите просто YouTube с VPN, вы всегда будете все равно в доступе. YouTube блокируется Роскомнадзором, планируется заблокироваться с российской стороны. То есть у всего мира YouTube будет, а из России его территориально смотреть будет невозможно. Поэтому VPN пользуемся. Если совсем все отрубят и будет глухо, и VPN просто начали тоже блочить, то я заведу телеграм-канал, он будет по моему названию, по инициалам JBQ-блог он будет называться. На данный момент его в телеграме нет. Потому что у меня нет концепции и идеи, что там постить, это печатная история. Делиться своими мыслями по поводу того, что сейчас происходит, я считаю нерезонным и ненужным, потому что далеко не все разделят мои мысли, мое мнение какое-то. А я за мир, за принятие и прочее, за то, чтобы у вас было хорошее атмосферное настроение. Так как видео о психологии набирают меньше у меня просмотров, я не думаю, что если это будет тему психологии в телеге вам писать, то будут особо много подписчиков, кому это будет тема интересная. Не будет это супер как-то популярно, не найдет своего зрителя. Поэтому на данный момент, пока все работает, мы с вами встречаемся на YouTube. Если совсем будет ОПА, назовем так, то телегу я заведу. Тогда будем вместе с вами прорабатывать концепцию, стратегию, о чем мы там будем с вами беседовать. Новости Турции я стараюсь рассказать о настроениях и мнениях самих жителей в стране на то, что происходит. Давайте немножко о внутренней ситуации в стране. Помните, я вам рассказывала про журналистку, которую где-то месяц назад задержали за критику президента, она телеведущая, и во время прямого эфира в таких, знаете, я вам рассказываю, у нас есть программа раз в неделю по два часа, довольно-таки оппозиционные взгляды, там оппозиционные лидеры, представители партии выступают. И эта ведущая всегда была в принципе в оппозиции, она высказала народную поговорку относительно, скажем так, президента. Ее арестовали. И помните, у нас есть здесь уголовное наказание, есть такая статья за оскорбление президента. Так вот, к ней эту подобную статью применили, вот в течение месяца прошел в суд, в итоге ее сейчас выпустили и дали ей условный срок, в районе двух лет. Вот так. Что могу сказать? Побоялись ее закрывать, конечно же, но типа щелкнули, назовем так, по носу, чтобы другим было неповадно, но я рада тому, что, как минимум, она, конечно, скажем так, подпорчена своей биографией, но при этом она на свободе, скажем так, не заключена в тюрьму, и даже для многих это уже была победа, и люди были очень этому рады. Но эта история, естественно, на фоне того, что происходит в мире, очень сильно большой новостью, как ее задержание, которое было месяц-полтора назад, оно, конечно, не было таким повсеместно обсуждаемым. Это прошло довольно-таки незаметно, но я просто для себя хотела отметить то, что для меня было важно, я следила за историей этой женщины, результат по этой истории, кто даже меня спрашивал, вот такой. Что здесь в Стамбуле происходит сейчас? Конечно же, стало очень много русской речи на улицах, очень много, я отдельно сниму видео, оно будет, скорее всего, выходить после вот этого, следующем, о том, что сейчас происходит с миграцией здесь русских украинцев в Стамбуле, почему надо или не надо переезжать в Турцию в некой погоне и побеге, смотря, бегут оттуда и оттуда, я вам расскажу именно о минусах, хочу просто предостеречь, это будет отдельное видео. Так вот сейчас в Стамбуле, немножко залазя на эту тему, скажу, проблема с нахождением квартир, цены, они, в принципе, цены еще до этой ситуации поднялись, они уже месяца два назад, цены декларируются, особенно иностранцам, в евро у нас ценник на съемку квартиры, то есть ты можешь платить в лирах, да, но по курсу стоимость курса лира рассчитывается, доллары и евро в стране на данный момент. Квартир свободных стало гораздо меньше и, в принципе, стоимость строительства недвижимости тоже поднялась, в общем, проблемы здесь сейчас найти вообще жилье. Кто планировал куда-то переезжать, придержали, ну, из местных, кто здесь постоянно живет, свои планы, потому что просто тупо трудно найти или очень дорого. Конечно же, турки, как всегда, это чисто, вот я вам прошу не критиковать и не обижаться, это ничего удивительного нет, может быть, со стороны, да, удивительно, но когда здесь живешь, ничего удивительного, это чистый менталитет. Позиция также президента, это чистый турецкий менталитет, это они с этим воспитаны, они вот такие вот люди, что с этим поделаешь, они так живут веками, столетиями, понимаете? Не переделаешь это, как говорится, гены пальцем не размажешь. Поэтому очень многие, конечно же, подключились в плане риэлторы, ситуация, в принципе, и курс лиры и доллара сейчас. В общем, курс доллара сейчас ближе к 15 лирам. Евро не слишком, кстати, намного дороже, очень большая катастрофическая там разница, тоже меняется. Но, в общем, я думаю, что он меня спрашивал, будут ли меняться цены здесь, будет ли падать курс доллара. Я вообще не вижу никаких предпосылок экономических и других каких-либо в стране, для того, чтобы курс понижался. Спасибо на том, что он не катастрофически растет, а держится пока что на полову. То есть это 14,50, 14,70 лир один доллар стоит. Бензин, конечно, в том, что цене продолжает расти, электричество, газ, все само собой. Но при этом хочу отметить, что масло подсолнечное у нас появилось, не переживайте. Сахара тоже хватает, мука в том числе. Какие-то запасы люди перестали делать. Это, как всегда видно, на волне каких-либо перепадов неуверенности поднимается истерия, и люди бегут чем-то закупаться. Я как психолог проще скажу, это определенное стереотипное поведение. Наша психика сохраняет свою безопасность. То есть если я сейчас побегу, закуплюсь, я здесь про Турцию сейчас именно говорю, да, хотя такой, как правильно сказать, реальной опасности по сути-то и нет в стране, да, именно кризиса какого-то финансового или там с продуктами, поставками, экономического кризиса. Если я пойду сейчас закуплюсь прямо здесь, в Турции, то я сниму свою тревожность, я выполню, скажем так, план. Моя стандартная реакция защитная, психологическая, что я что-то предприняла, сделала, мне так спокойнее. Даже если это у меня уже пятый пакет муки, сахара, дрожжей и так далее, или там седьмая бутылка подсолнечного масла в моей кладовке. Это автоматически некоторые реакции, и в чувстве вот этом паники люди просто не контролируют и не включают рациональный здравый смысл. И это вообще на заметочку очень многим. Отключаем эмоции, включаем голову всегда и разум, и логику, если у людей это есть, назовем так. По поводу политики и таких глобальных процессов в стране, все на турех же местах, позиция правительства только, скажем так, не то чтобы укореняется, можно так, да, она зафиксировалась и продолжается. То есть можно было ожидать еще неделю назад, что демократы, оппозиционеры политической партии, они где-то что-то там критикуют, говорят позицию по отношению к конфликтам. На данный момент вот этих возражений каких-либо гораздо меньше, наоборот, это некое объединение, и люди так и продолжают поддерживать политику, которую взял президент. Все предсказуемо, это неудивительная политика, почему такая оппозиция сейчас у президента, она всегда была такой. Даже когда был сирийский конфликт, и к нам пошли беженцы из Сирии, политика была точно такая же. Переплетение политики, своих взглядов для страны выгоды и религии. Потому что он просто в прямой Ордана сказал, что Турция оставалась и продолжает быть местом и пристанищем всех угнетенных и обиженных. Мы приютим всех, поможем, чем можем. Дальше люди будут там делать свой выбор, как им дальше жить, куда-то дальше ехать и так далее. То есть мои двери открыты для всех, кого где-то угнетают, прижимают и так далее. Поэтому сейчас в Турции, в частности в Стамбуле, очень много русскоязычной, славянской речи. Я, кстати, скажу, что и украинцы по-русски тоже здесь говорят. Здесь с этим все в порядке. Это сюда кто к нам едет. Естественно, беженцы, кто сейчас с Украины уезжает, убегают. Очень многих родственники или кто-то там, сестры, тети, дяди, которые здесь живут, там замуж когда-то вышли или по работе к ним приезжают родственники беженцев. И также беженцы из России. Это интеллигенция, Москва, Питер, у кого есть деньги, кто выезжает, кто понимает ситуацию, что вообще происходит, они тоже осаждаются в Стамбуль. Почему? Потому что турецкие авиалинии остаются фактически уже последней страной. Стамбул это наш выход куда-то там в другой мир, в европейскую часть. Но турецкие авиалинии до конца марта продают билеты в третьи страны, там только если Россия, то есть есть, можно брать транзит. Просто так, из Стамбула в третью страну, если в твоем билете нет России, уже не улетишь. По поводу ковида, у нас нет еще до сих пор, слава богу, вспышки, как в Китае ковидной, по зараженности, они там опять начали тоже закрывать города на карантин, но у нас пока этого нет, они там и придержатся вся история, посмотрим. На данный момент для туристов заезд в страну, QR-код, вот этот, хэскод, код здоровья по-турецки, он уже не нужен точно. То есть ПЦР у тебя есть данный, маска в самолете летишь, пожалуйста. Внутри страны тоже спокойно, как турист, передвигаешься в другие города. Раньше это было только по ПЦР-тесту, либо там хэскод и так далее. В общем, ПЦР у нас остается, хэскод окончательно отменили. В общественном транспорте вроде бы все это еще нужно. Ну и маски, конечно, в закрытых помещениях в общественном транспорте, все это здесь еще нужно. В частности, в Стамбуле аномально холодная погода. Я вам сейчас снимаю видео, у меня вокруг меня падает снег за окном. Я и вообще не помню ни разу, чтобы на 20 числа марта был снег. Это могло быть в феврале, но не в марте. Обычно я себя помню в это время в ветровке, в толстовке, и в ветровке можно уже ходить. Да, когда у нас началась корона, у нас тогда, в тот год апрель был холодный, мы ходили в зимних куртах, но снег не падал, если что. Так что, кто собирается ехать в Стамбул, имейте в виду, довольно-таки холодно и сыро. В России это как минус 5, минус 10 градусов. Карты мира здесь в пластике снимаются в банкоматах, их список есть в интернете. Зиратбанк, Ишбанк, там еще несколько есть. Но я сразу предупреждаю, снимается здесь в турецкой лире, но из-за конверции двойной и в банках, конвертируется там со стороны, с которой у вас карточка выдана, курс лиры выходит в два раза дороже. Если вчера лира стоила 7, допустим, 7,50 рублей одна лира, то банк вам выдает посчитанные ваши деньги, банкомат здесь в Турции по карте мир рубли, как будто это стоило 14,5 рублей лира. Кто с этим столкнулся, я вам могу сказать, что это не Турция делает, если что. Это конвертация, валют, претензии не к банку здесь. Я понимаю, что есть какие-то разочарования могут быть, но имейте в виду вопросы не здесь задаются, здесь банк вам просто выдает денюжку, как есть конвертирует, не турецкая сторона. Но банки выдают по МИР, где наклеечки еще на банкоматах, стикеры с надписью МИР тоже, они вот, они выдают, работают. Но выдаются по пластику, не электронные по QR-коду, например, Тиньковый банк, который генерирует, сколько у меня здесь знакомых с этим сталкивались, не выдаются деньги по этому коду, здесь только физическая карточка пластиковая. По поводу туристического сезона, многие писали мне, что люди, может быть, не понимают некоторых экономических моментов вообще, как работает, в принципе, элементарная экономика, но я немножко объясню. Когда я говорю, что отдых в Турции для турок дорогой, для вас более доступен, мне говорят, он стоит там путевка в Турцию, 300 тысяч рублей стоит, какие деньги, ого-го-го. Но, поймите, не Турция создает эти цены, если что. Любые брони, отели и полеты, топливные сборы, это все в долларах. Если сейчас в России доллар стал в два раза дороже, и цены теперь стали, в прошлом летом было 150, а теперь 300, это не Турция в этом виновата, это курс доллара такой в стране. И вообще сейчас под вопросом бронирования, этот вопрос сейчас решается, обсуждается, в телевизоре тоже об этом часто говорят, бронирование туров каких-то на лето, отпусков, потому что система виза, мастер-карты, банковские переводы не работают. И отельеры здесь не могут просто тупо получить деньги за бронь, места ваши в отелях, если вы даже и хотели за такие деньги полететь. Проблема с вот этой пересылкой денег. Но сейчас этим вопросом занимаются, может быть, что-то придумают. На 40% уже точно гарантированно упадет, скажем так, спрос, покупательная способность туристов в этом сезоне. Потому что у людей сейчас не будет денег, это космос цены для тех, кто в России живет. Украине точно не до этого, не до какого-то отдыха страну надо будет восстанавливать. А Европа не поедет, потому что они видят Черное море побережье, рядом, скажем так, граничит с Россией, все просто боятся. Любовь победит. Оставайтесь людьми в любой ситуации, помогающими, сопереживающими, а не ненавидящими. Пока в вас живет ненависть, вами легко управлять и пользоваться. Поэтому, пожалуйста, любите друг друга, ближнего своего, и помогайте людям вокруг. Я всем желаю мира над головой. Если вам понравилось это видео, просто поставьте лайк, распространите его в соцсетях. Спасибо вам за внимание. Увидимся в следующих видео.